Привет! Я Герберт Купер, старший пастор Народной Церкви в городе Оклахома-Сити. Следующий спикер уже не раз выступал на саммите. Пастор Крэг Грошелл, мой очень близкий дорогой друг, мы служим в церквях в одном городе. Крэг основал церковь Life Church TV в 1996 году в гараже на два автомобиля. С того времени церковь Life Church TV стала одной из крупнейших церквей со служениями в нескольких городах по всей стране, которая каждую неделю проводит 76 собраний, на которых присутствует от 40 до 50 тысяч человек, не включая виртуальных посетителей. Life Church TV активно использует современные технологии и поэтому основала онлайн-церковь, одно из самых крупных интернет-служений, благодаря которому достигает людей во всем мире, а также создала мобильное приложение U-Version, которое можно загрузить на iPhone или другие смартфоны и изучать Слово Божье. Крэг также является автором замечательных книг, таких как «Странный» и «Эта». А недавно вышла из печати его последняя книга «Детоксикация души». Крэг Грошелл – примерный семьянин. Он женился на любви всей своей жизни, Эмми Грошелл, в 1991 году. У них шестеро детей, и я благодарен ему за то, что он является для меня огромным примером того, как нужно вкладывать время в свою семью. Многие из вас, возможно, слышали о церкви Live Church TV и пасторе Крэге Грошелли, но я лично убедился, что Крэг и большинство людей из его церкви живут по принципам Божьего Царства. Они не только распространяют все свои ресурсы бесплатно, чтобы помогать церквям во всем мире, но когда мы с моей женой переехали в 2002 году в город Оклахума-Сити, Крэг не отнесся ко мне как к конкуренту. Наоборот, он взял меня под свое крыло и наставлял меня, поддерживал, и даже предоставлял ресурсы, чтобы помочь нашей церкви встать на ноги. А еще он неоднократно приглашал меня проповедовать в своей церкви. Я уважаю пастора Крэга за его стиль лидерства, за его любовь к Богу, за его посвященность своей семье и за то, что он живет по принципам Божьего Царства. Давайте поприветствуем пастора Крэга Грошева. Спасибо, спасибо. Для меня быть с вами — это огромная честь. Я рад, что люди по всей Америке и во многих других странах во всем мире присоединились к нам. И для меня это огромная честь, что у меня есть возможность снова обращаться к такому огромному количеству людей. Я молюсь, чтобы Бог сделал что-то важное во время этого семинара. Я хочу поговорить с вами о том, как преодолеть разрыв между поколениями. я думаю, что большинство из вас согласится, что между разными поколениями существует определенное напряжение, недопонимание и, конечно, упущенные возможности в результате этого, как в мире бизнеса, так и в христианских кругах. Прежде чем я начну говорить, я хочу сразу сказать, что буду говорить больше с точки зрения служителя, поскольку я пастор. Но в то же самое время, те из вас, кто работает в мире бизнеса или планирует основать свою фирму, или если у вас есть семья, я верю, что вы сможете с легкостью применить эти принципы к своей ситуации, и это изменит вашу жизнь. Для начала я хочу сказать очень честно и откровенно, что я не обращался бы к вам сегодня, если бы не те люди, которые прошли этот путь до меня. Без всякого сомнения, я нахожусь здесь сегодня, благодаря мужчинам и женщинам, которые прошли этот путь до меня и вложили что-то в меня. И я ни секунды не сомневаюсь, что и близко не занимался чем-то подобным, если бы не те люди, которые верили в меня и вкладывали в меня свое время и силы. Я чрезвычайно рад, что мой пастор, под началом которого я служил в течение пяти лет в Первой Объединенной Методистской Церкви, пастор Ник Харрис и его жена Крис присоединились к нам сегодня. И я просто хочу поблагодарить вас за ваш вклад. Иногда люди спрашивают, «Крэг, скажите, как вы начали служение?» И знаете, правда заключается в следующем. Я пришел ко Христу, когда я учился в колледже, и я почувствовал, что призван посвятить свою жизнь служению Богу в поместной церкви. Но никто не приглашал меня стать пастором. Поэтому я стал обычным прихожанином в церкви пастора Ника. Мы с ним никогда не общались лично. Однажды на служении он сказал, «Следующее богослужение будет особенным. Каждый должен привезти с собой хотя бы одного друга». Поскольку пастор сказал об этом, я решил, что приведу с собой в церковь нескольких друзей. Я только что закончил колледж, в котором был президентом студенческого общества. И я все еще имел определенное влияние там. Поэтому я пришел к ним и сказал, «Парни, мы все пойдем в церковь в следующее воскресенье». Многие из них посмотрели на меня с недоумением. «Мы?» Я сказал, «Да, правда». «Вы вытащите свои неопохмелившиеся тела из кровати в воскресенье?» «И мы пойдем в церковь». Итак, я привел в церковь целую компанию. Пастор Ник сказал, «Если вы привели с собой друга, попросите его подняться и встаньте вместе с ним». Люди по всему залу начали вставать. Я также поднялся на ноги вместе с двумя рядами полутрезвых парней студенческого общества, и вся церковь начала оглядываться на нас и перешептываться, «Кто это такие?» Я увидел, как глаза у пастора округлились, и тогда он сказал, «Хорошо, если вы привели кого-то, продолжайте стоять, а все остальные пусть сядут». Он посмотрел в мою сторону. «Ну, все парни, которых я провел, сели, а я продолжал стоять». Он подошел к другому пастору, который сидел на троне, ведь в нашей церкви были троны, на которых сидели пасторы. Он подошел к пастору, который сидел на троне, указал на меня и сказал, «Видишь того парня? Найди его и возьми на работу». Именно так я был призван на служение. Это правда. И Ник научил меня стольким вещам. Он научил меня проповедовать, он научил меня иллюстрировать примеры из Библии с помощью Библии. Ведь нет лучшего способа проиллюстрировать какой-нибудь отрывок из Священного Писания, чем с помощью другого отрывка. Он научил меня проводить собрания служителей. Он научил меня посещать людей в больнице. Кстати, в первый раз, когда мы навещали кого-то из членов церкви в больнице, он вел машину со скоростью 70 километров внутри подземного паркинга. И я начал слегка паниковать. Я сказал «Со всем уважением, пастор, неужели вам не кажется, что мы можем попасть в аварию?» Он сказал «О, нет, когда ты едешь с такой скоростью, шины визжат, а остальные люди слышат, что ты приближаешься и не рискуют выезжать со своего места на парковке». Я до смерти испугался во время своего первого похода. По-моему, мне тогда было всего 23 года, и я ничего не знал. Пастор сказал мне «Просто будь собой и говори то, что у тебя на сердце». Я вошел в палату, а человек, к которому мы пришли, выглядел очень плохо. Если вы когда-нибудь были в больнице, вас не должно удивлять, что некоторые пациенты выглядят очень плохо. Я вошел в палату и сказал «Ничего себе, вы выглядите очень хорошо». Тогда пастор сказал мне «Знаешь, с этого момента ты можешь иногда слегка приукрасить во славу Божью». Он сказал мне «Каждый раз, когда что-то говоришь, если вы проповедник, лучше запишите эту мысль, она очень важна». Он сказал «Каждый раз, когда что-то говоришь, если ты вдруг забыл следующую мысль, которую собирался сказать, просто повтори предыдущую мысль, которую ты сказал до этого, и затем быстро возвращайся к своим записям. Просто повтори предыдущую мысль и быстро иди к своим записям». Я не делал бы того, что я делаю сегодня, честно, если бы не человек, который рискнул нанять 23-летнего парня, которого он совсем не знал, и сказать «Я верю, что Бог может сделать что-то особенное в твоей жизни». К сожалению, в современном мире такое происходит очень редко, особенно в служении. Существует огромное давление, и поэтому я хочу сделать следующее. Я хочу обратиться к старшему поколению, а затем я попытаюсь обратиться к молодому поколению с позиции человека, который находится где-то посередине. Я верю, что в течение этого короткого семинара мне удастся быть объективным. Давайте начнем со старшего поколения. Честно говоря, некоторые из вас могут сказать, «Как мне узнать, что я отношусь к старшему поколению?» Я могу сказать, что если вы задаете себе этот вопрос, то вы, скорее всего, к нему относитесь. Мой совет довольно прост. Я умоляю вас, не бойтесь. Не отвергайте и не осуждайте молодое поколение. Верьте в них. Не бойтесь их, не отвергайте их, не судите их. Я знаю, что в мире бизнеса старшее поколение почти всегда думает, «Мы знаем больше». Но в церкви часто это звучит так. «Эти грешные молодые, они все в татуировках и поклоняются Богу босиком, они все пойдут в ад». Знаете, не делайте этого. Верьте в них, потому что они нуждаются в вас. Вот что я обнаружил, когда общался с некоторыми представителями старшего поколения. И я сам почувствовал то же самое, когда мне исполнилось 40. Сейчас мне 44 года, и когда мне исполнилось 40, произошла странная вещь. Я начал задаваться вопросом, «Неужели лучшие годы моего служения уже позади?» Могу ли я до сих пор считать себя представителем молодого поколения, как это было раньше? Из-за этого в течение определенного времени я чувствовал себя очень-очень уверенно, и мне кажется, что здесь есть люди, которые чувствуют себя так же и спрашивают себя, «Могу ли я до сих пор служить Богу и изменять мир?» Я хочу, чтобы вы знали, «Хотя некоторые люди в нашем обществе не ценят зрелость, Бог ценит зрелость. И если вы еще не мертвы, вы можете служить Богу». Кто-то должен был услышать это. Если вы еще дышите, я уверен на 100%, что Бог с вами еще не закончил. И я даже рискну сказать, что ваши лучшие дни еще впереди, поскольку вы постепенно становитесь все более зрелыми в том, что Бог вам доверил, и начинаете вкладывать в тех, кто идет за вами. По сути, мое служение полностью изменилось благодаря человеку по имени Лайл Шаллер. Некоторые из вас знают Лайла. Я встретил Лайла, когда ему было 75 лет. Сейчас ему 89. Я встретил его в аэропорту. Он был мудрым, блестящим консультантом, который помогал христианским лидерам. И некоторые люди считали его безумным, потому что, честно говоря, он приблизительно на 10 лет опережал свое время. Когда я встретил его, нашей церкви был всего один год, но мы проводили три полноценных служения каждые выходные. Я встретил Лайла Шаллера в аэропорту, когда мой рейс отменили из-за снегопада. И у нас с ним состоялся часовой разговор, который помог мне изменить направление всего моего служения. Я спросил мистер Шаллер, «Вы можете мне помочь? Мы проводим три служения, на каждом из них у нас полный зал. И я пытаюсь понять, сможем ли проводить четыре служения». Поскольку в то время, а это было много лет назад, я не знал ни одной церкви во всем мире, которая проводила бы четыре служения за выходные. И в своем преклонном возрасте, ведь ему было уже за 70, Лайл посмотрел на меня и сказал, «Почему вы, молодежь, мыслите настолько мелко?» Он сказал, «Вы не должны думать, проводить вам три или четыре служения. Вы не должны думать даже о том, проводить ли вам пять служений». Он сказал, «Вы должны думать о том, как проводить по семь служений в одном зале, и затем начать проводить дополнительные служения во втором, третьем, четвертом и пятом залах». После нашего разговора я шел с головной болью и думал, «Этот человек не в своем уме. Все эти люди были правы. Он действительно сумасшедший». И потребовались годы, чтобы то семя, которое он посеял в моем сердце, проросло. Но сегодня у нас действительно есть залы, в которых мы проводим по семьи, даже по восемь служений за выходные. И эту новаторскую идею подбросил мне человек, которому было 75 лет. Если вы не мертвы, вы еще можете служить Богу. Бог все еще хочет действовать через вас. И вы должны это понять. Итак, позвольте мне дать вам небольшой совет по поводу того, как передать свое дело следующему поколению лидеров в мире бизнеса, или как передать свое служение следующему поколению лидеров в церкви. Секрет заключается в делегировании ответственности. И мой пастор научил меня этому. Он сказал, «Крэг, не просто делегируй следующему поколению задачи, потому что если ты будешь делегировать задачи, ты создашь последователей. Ты создашь людей, которые просто делают то, что им говорят». Мой пастор сказал, «Мы не должны делегировать задачи, потому что тогда мы создадим последователей. Вместо этого мы должны делегировать полномочия, потому что тогда мы создадим лидеров. Мы должны дать им полномочия». И именно это сделал мой пастор. Он нанял меня, чтобы я создал служение для одиноких людей. Я сказал, «Как вы хотите, чтобы я это сделал?» Он знал, как это сделать, но сказал мне, «Именно для этого я тебя нанял. Ты найди ответ на этот вопрос». И затем он позволил мне сделать следующее. Он позволил мне выбрать день, выбрать формат, собрать пожертвования, распорядиться ими, нанять сотрудников. Он дал мне свободно действовать в пределах его ценностей и принципов, самостоятельно принимать решения, добиваться успеха и даже терпеть неудачи под его чутким руководством. Передавая эстафету лидерства следующему поколению, мы не должны просто говорить им, что делать. Мы не должны просто делегировать задачи и тем самым создавать последователей. Мы должны делегировать полномочия, тем самым создавая лидеров. Представители старшего поколения, я умоляю вас, особенно служители, осознайте, на каком этапе вы находитесь. Осознайте, на каком этапе вы находитесь. Не пытайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь. Молодое поколение, точно вам говорю, чувствует притворство за миллионы километров. Они... Что за запах? Они это почувствуют. Так что будьте собой. Не пытайтесь разговаривать с ними так. Приветус, братан, чё? Как сам-то? Понимаете? Будьте собой. У молодого поколения искренность всегда в почёте. Искренность — это круто. Нет ничего хуже, чем толстый 50-летний проповедник в джинсах в обтяжку. Просто скажите «нет» узким джинсам во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Будьте собой. Если вы заботитесь о них и любите их, будьте собой. И я вам говорю. Молодое поколение выстроится в километровую очередь, чтобы научиться у вас чему-то, потому что они в этом нуждаются. Осознайте, на каком этапе вы находитесь. Мой пастор был для меня как отец, и когда мне стукнуло 40 лет, я всё ещё хотел быть крутым старшим братом для всех молодых людей. Но затем в моей жизни появился пастор Герберт Купер. Если вы ещё не знаете, кто он такой, то обязательно узнаете, потому что он является пастором взрывной многонациональной церкви, насчитывающей 7 тысяч человек. И они ещё только недавно начали. Я имел честь вкладывать в него. И вот однажды он подошёл ко мне и сказал, «Очень, очень эмоционально, вы мой духовный отец». Я ответил, «Нет, нет, 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 нет». Он сказал, «Послушайте, вы, вы мой духовный отец». А я сказал, «Нет». Он сказал, «Послушайте меня». Затем он посмотрел мне в лицо и сказал, «Вы мой духовный папа. Мне нужен духовный отец». И затем искренне улыбнулся и сказал мне, «А я ваш чернокожий сын». И когда он это сказал, у меня как будто что-то перемкнуло внутри. Я могу быть духовным отцом для тех, кто идёт за мной. Вы можете быть наставником. Вы можете быть бизнес-тренером. Вы можете вкладывать в жизни тех, кто идёт за вами. Мне нравится то, что царь Давид говорит в Псалме 70-м, в 18-м стихе. Он говорит, «И до старости, и до седины». Это он взывает к Богу. «Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей». Давайте все вместе скажем, «Доколе не возвещу». «Доколе не возвещу силы Твоей». Кому? Он говорит, «Роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Возникает такое чувство, как будто он говорит, «Это новое поколение не знает Тебя так, как и знаю Тебя я, Бог». Позволь мне пожить ещё немного, чтобы я мог провозгласить Твою благость, силу, славу и могущество следующему поколению. Если вы являетесь представителями старшего поколения, поймите, если вы не мертвы, Бог ещё с вами не закончил. Ваши лучшие дни ещё впереди. То, что вы имеете, может стать благословением для тех, кто идёт за вами. Не отвергайте их, не бойтесь их, верьте в них, они в этом нуждаются. Теперь позвольте мне обратиться к молодому поколению. Вы нуждаетесь в тех, кто прошёл этот путь до вас. Больше, чем вы можете себе представить. Вы нуждаетесь в них. Относительно молодого поколения, доктор Тимоти Элмор провел исследование, в котором принимала участие группа руководителей компаний. Им задали несколько вопросов о новом поколении сотрудников. И так их спросили, как бы вы могли одним словом описать своих подчинённых, которым около 20? И многие из них использовали одно слово, которое звучало в ходе этого исследования чаще, чем все остальные. Тогда исследователи пошли к этим 20-летним сотрудникам и спросили, как вы думаете, если бы ваши руководители могли описать вас одним словом, что бы это было за слово? Это слово начинается на «и». Как вам кажется, что это за слово? Сотрудники, которым было около 20, сказали, это, наверное, слово исключительное или изобретательное, или интересное. Они были очень удивлены, когда оказалось, что слово, о котором более опытные люди описывают новое поколение, это слово «избалованное». Это очень избалованное поколение. Если я сейчас говорю о вас, не думайте, что это ваша вина, потому что на самом деле это не так. Фактически люди моего возраста, мое поколение с детства баловали вас разными способами. Я могу привести бесчисленное количество примеров. Например, знаете, когда я был ребенком, мы должны были одержать победу, чтобы получить награду. Я просто привожу пример, понимаете? Но сейчас достаточно просто участие. Знаете, футбольная команда одного из моих сыновей проиграла 7 матчей подряд, и в конце года они все равно получили награду. Сын сказал, «Папа, я знаю, что мы проиграли». Они не забили ни одного решающего гола. Он сказал, «Папа, я знаю, что мы проиграли все матчи, но я все равно думаю, что наша команда была самой лучшей». Я ответил, «Нет, вы ужасно играете, вся ваша команда, вы больше не должны заниматься этим видом спорта. Научитесь играть на скрипке, продавайте печенье или все, что угодно еще». Но они почему-то все равно думают, «М, нам кажется, что у нас так хорошо это получается». И все потому, что мы чрезмерно оберегаем это поколение. Знаете, мы говорим, «Надевайте шлемы на коленники, потому что вас могут ударить. Будьте осторожны, ни во что не врезайтесь». Мы как будто постоянно пытаемся пристегивать их ремнем безопасности. Представьте, вы, ребенок, сидите на переднем сиденье, нет никаких ремней безопасности. Вы сидите рядом со своей мамой. Если ей приходится резко затормозить, что она делает? Ба-бах! Вот вам ремень безопасности. Знаете, как придумали эти, как же они называются, подушки безопасности? Ребенок ехал в машине со своей бабушкой. Знаете, когда вы становитесь старше, у вас появляются такие вещи здесь. Вот. И вот в чем заключается проблема с молодым поколением. Из-за того, что вы слишком избалованы, вы, как правило, переоцениваете то, чего вам удается достичь за короткий промежуток времени. Вы переоцениваете свои силы. Но вот что мне сказал мой наставник. Он сказал, «Крэг, ты, вероятно, переоцениваешь то, чего можешь достичь за короткий промежуток времени, но при этом очень сильно недооцениваешь то, чего ты можешь достичь, если на протяжении всей своей жизни будешь чему-то верить». Мой пастор часто говорил о взаимном расположении, которое существовало между нами. И один из наиболее распространенных вопросов, которые мне постоянно задают, связан с тем, о чем говорил Билл, что иногда нужно лидировать вверх. И люди часто спрашивают меня, «Как лидировать вверх? Как влиять на тех, кто стоит выше?» Я однажды спросил своего пастора, «Почему вы позволили мне влиять на вас?» Он ответил, «Крэг, потому что ты всегда почитал меня, ты всегда относился ко мне с почтением». Мой друг Энди Стэнли говорил, что публичное почтение со временем превращается в личное влияние. Мне это нравится. Вы проявляете почтение у всех на виду, и это помогает вам оказывать влияние на личном уровне. Но, к сожалению, из-за того, что наше молодое поколение настолько избаловано, оно очень часто никому не относится с почтением, и это вредит многим организациям, служениям и церквям. К слову, в 6 главе Евангелия от Марка, контекст там такой, что Иисус творил чудеса, исцелил больных, воскрешал мертвых, Он даже исцелил тещу Петра. Поэтому некоторые ученые считают, что Петр именно поэтому позже трижды отрекся от Иисуса. Так вот, в Евангелии от Марка 6, 4 Иисус сказал одну очень интересную мысль. Он сказал, «Неужели только в Своем родном городе, среди Своих родственников, в Своем собственном доме, пророк остается без чести?» Иисус сказал, что Он пророк без чести. И я не могу объяснить то, что написано дальше в этой главе. Возможно, кто-то из вас умнее Меня и может это сделать. Но в Писании говорится, в Нем не говорится, что Он не захотел, но в Нем говорится, что Иисус не смог сотворить ни одного чуда в Своем родном городе, только смог возложить руки на несколько больных и исцелить их. И это поразило их неверие. Опять-таки, я не могу объяснить этот отрывок до конца, потому что сам не понимаю его. Но мне кажется, что их непочтение и неверие ограничило то, что Иисус мог сделать в их городе. И я хочу на мгновение отойти от своей основной темы и сказать следующее. Мне кажется, что одна из причин, почему наше общество не умеет проявлять почтение к людям, которые этого заслуживают, заключается в том, что мы забыли, как проявлять почтение по отношению к Богу. Позвольте мне сказать следующее. Бог — это не дедушка, сидящий на облаках и исполняющий наши желания. Иисус не наш приятель, и мы не поклоняемся малышу Иисусу в яслях, правильно? Иисус — грядущий, победоносный царь царей, Господь господствующих. И если мы научимся почитать Бога за то, кем Он является, нам будет намного проще проявлять почтение по отношению к людям, которые нас окружают. Почтение созидает, а непочтение разрушает. Почтение верит в лучшее, а непочтение замечает только худшее. Почтение ценит других людей, а непочтение обесценивает их. И я могу с уверенностью сказать, что в наших компаниях, в наших служениях и в наших церквях из-за нехватки почтения и любви мы ограничиваем то, что Бог мог бы сделать через разные поколения, если бы они работали в единстве. Однажды мы с Эмми, моей женой, общались с одной супружеской парой, у них были серьезные проблемы в браке. Жена постоянно умоляла заслуги мужа и говорила о нем вздор, и я все ждал удобного случая, чтобы тактично сказать ей об этом. И вдруг моя жена Эмми вскочила и сказала, «Замолчи, женщина!» Та испуганно переспросила, «Что?» Эмми пояснила, «Вы все время унижаете своего мужа, и это неправильно». Женщина возразила, «Знаете, если бы мой муж был хотя бы на одну десятую и таким мужчиной, каким является ваш муж, я бы, возможно, проявила по отношению к нему немного почтения». Тогда моя жена без колебаний ответила, «Возможно, мой муж тот, кем он является, именно благодаря тому, что я все эти годы почитала его». Почтение созидает. Некоторые люди говорят, «Знаете, если бы мой пастор был достойным человеком, я бы проявлял по отношению к нему больше почтения, или если бы мой начальник был достойным человеком, я бы почитал его». Я искренне верю, что уважение нужно заслужить, но почтение даруется. Необходимо проявлять почтение по отношению к тем, кто поставлен над вами. Уважение нужно заслужить, но почтение даруется. Часто люди думают, «Хорошо, когда вы станете достойным человеком, я начну вас почитать». Но вот в чем дело. Иногда, когда я проявляю по отношению к вам почтение, вы становитесь более достойным человеком. И в молодом поколении есть некоторые люди, которые должны покаяться перед своими лидерами, пасторами и начальниками, потому что не почитали их и тем самым мешали произойти тому, что могло бы произойти, если бы они проявили почтение по отношению к тем, кто поставлен над ними. Если вы хотите однажды стать лидером, сначала вы должны научиться быть хорошим подчиненным. Посвященно служите людям, которые поставлены над вами, и тогда произойдет следующее. Я хочу привести несколько практических примеров и рассказать вам, как все происходит в моей организации, и как вы можете применить все это на практике в вашей организации. Я нуждался в своем пасторе, чтобы стать лучше, но я не понимал, что он точно так же нуждался во мне и в людях моего поколения, которым было за 20, чтобы самому стать лучше. И поэтому он научил меня, что поколения должны сотрудничать между собой. Это нужно делать намеренно. Это необходимо делать намеренно. Это не произойдет само по себе. Смотрите, лидеры со временем стареют, церкви со временем стареют, организации со временем стареют, и мы должны принять решение, что будем учиться чему-то друг у друга. Я дам вам три небольших совета и затем скажу еще несколько мыслей в заключении. Как нам это делать? Во-первых, я рекомендую вам постоянно общаться друг с другом и сделать так, чтобы между старшими и младшими была взаимная обратная связь. К примеру, прежде чем проповедовать в нашей церкви, я всегда общаюсь с людьми, которые намного моложе меня, и с людьми, которые намного старше, и каждую неделю обсуждаю с ними свою проповедь. Зачем я это делаю? Потому что хочу узнать мнение 23-летней незамужней девушки. Актуальна ли эта проповедь для твоей жизни, и если нет, как мне ее усовершенствовать? И также я хочу узнать мнение 55-летнего разведенного мужчины, как мне сделать свою проповедь более актуальной для него, и так далее. Я намеренно создаю обратную связь, чтобы представители обоих поколений могли помочь мне составить проповедь, которая будет актуальной для более широкой аудитории. Затем, после того, как я скажу проповедь, в первый раз в субботу вечером, я проповедую два раза каждую субботу. Я возвращаюсь в свой кабинет и выслушиваю критику от тех людей, которые намного моложе меня, и от тех, кто значительно старше. Я не знаю, насколько это применимо в вашем бизнесе или миссионерском служении, или в вашей семье, но вы должны создать возможности для получения обратной связи. Подумайте о том, как это влияет на вашу церковь, когда старший пастор говорит 23-летней девушке, «Я ценю твое мнение». Это создает огромное количество возможностей для взаимного роста. Во-вторых, я рекомендую следующее. Выделяйте конкретное время для наставничества. Выделяйте конкретное время для наставничества. К примеру, вчера у меня была возможность пообщаться с одним из самых выдающихся бизнесменов в нашей стране. И я задавал ему вопросы, учился у него и делал заметки с такой скоростью, с какой только мог. А за несколько дней до этого я встречался с дюжиной самых способных молодых людей из нашей церкви. Зачем я это сделал? Я просто попросил наших лидеров, «Найдите мне самых способных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Соберите их, и я проведу с ними встречу». Это и есть наставничество. Обе эти встречи не были случайными. Мне пришлось их запланировать. Если вы не будете действовать, такие встречи не будут происходить сами по себе, а ведь они – один из важнейших методов, как сделать свою организацию сильнее. Тем из вас, кто помоложе, я хочу посоветовать, и это очень важно. Найдите человека, который старше вас, и скажите, «Пожалуйста, станьте моим наставником». В 9 из 10 случаев окажется, что его никто никогда об этом не просил, и поэтому он будет польщен. Затем придите к нему и начните задавать ему вопросы, вопросы, вопросы. Но вот чего я вам не советую. Не пытайтесь копировать его поведение. Изучайте то, как он мыслит. Не нужно говорить, «Эй, Билл Хайбеллс, какое у вас расписание?» Понимаете? Неужели вы искренне думаете, что у вас может быть такое же расписание, как у него? Правда? Если вы так думаете, остыньте. Вы никогда не сможете, и поэтому даже не пытайтесь делать то, что делает он. У вас ничего не получится, потому что вы не он. Но что вы можете сделать? Вы можете понять, как он мыслит. Какие книги вы читаете? Что бы вы сделали в этой ситуации? Как бы вы поступили, если бы были на 20 лет моложе? Какие качества вы видите во мне? Как вы можете мне помочь стать лучше? Чего я не замечаю в себе, а вы замечаете? Каковы мои слабые стороны? В чем мои сильные стороны? В каких сферах я недооцениваю себя? В каких ситуациях я не работаю в команде с другими? Почему я плохо взаимодействую с другими лидерами? Задавайте вопросы и учитесь. И в-третьих, создавайте условия для появления и развития новых лидеров. Что бы это ни означало для вашей организации, создавайте условия для появления и развития новых лидеров. Я приведу пример из жизни нашей организации. Мы провели так называемый уикенд развития, с помощью которого мы попытались найти новых талантливых проповедников. Мы выбрали 38 спикеров, представителей как молодого, так и старшего поколения. Мы сказали им, каждому из вас мы поручаем провести два служения в выходные. За один уикенд мы получили 38 новых проповедников, способных провозглашать Божье Слово, и дали всей нашей церкви понять, что мы, как лидеры, ценим новое поколение. Естественно, никто не вышел на сцену без соответствующей подготовки. Но я хочу, чтобы вы задумались, что это значит, когда церковь говорит, «Мы ценим новое поколение». В церкви мы часто думаем, «А стоит ли выпускать молодежь на сцену?» Моя 13-летняя дочь Анна находится в этом зале. Угадайте, что она делает в церкви. Она помогает вести прославление на сцене. О чем это говорит любой другой 13-летней девочке? Я тоже могу делать что-то значимое. Мэнди помогает проводить политические кампании в нашем городе. О чем это говорит другим людям? Моей старшей дочери сейчас 18 лет. Когда ей было 16, она написала свою первую книгу. Многие ли 16-летние девочки пишут книги? Только те, которым говорили, что они могут написать книгу. Вкладывайте в следующее поколение. Говорите, «Я верю в вас. У вас большой потенциал». И создайте конкретные моменты, благодаря которым вы можете взрастить новых лидеров, которые пойдут по вашим стопам. Тех из вас, кто прошел этот путь до меня, я почитаю всем сердцем. Тех, кто служил в церкви, в различных динаминациях и оставался верным Божьему Слову, когда весь ваш мир рушился и продолжал любить и верить, я почитаю вас. Я хочу публично почтить своих родителей за то, что они работали на нескольких работах, чтобы у меня была возможность заниматься спортом и переезжали из одного города в другой, чтобы отдать меня в школу, которая, как им казалось, лучше всего для меня подходила. Я почитаю эту жертву, которую принесли мои родители. Я хочу почтить моего пастора, который, я вам честно говорю, сильно рисковал, доверившись парню, которого совсем не знал. И однажды, когда старейшины церкви решили, что мои идеи слишком смелы и слишком рискованны, и что я создаю слишком много проблем для церкви, мой пастор сказал, «Если вы его уволите, я тоже уволюсь. Я остаюсь здесь благодаря ему, потому что он был готов пожертвовать собой ради того, чтобы я остался в служении. И сегодня я делаю то, что я делаю, благодаря тому, что этот муж Божий вкладывал в меня, молодого парня». Я всем своим сердцем хочу почтить Билла, потому что в 1994-1995 годах я точно так же, как вы, сидел в зале, намного меньшим, чем этот. Но в тот момент это было самое великое событие в моей жизни. И я плакал на взрыв, когда Билл сказал, что поместная церковь – это надежда мира. В нем я увидел человека, который больше заботился о неверующих, чем кто-либо, кого я видел прежде. И он сказал, «Вы можете сделать то же самое в своей церкви». В том году я уехал с конференции со слезами на глазах и со словами, «Однажды я буду делать нечто подобное». Он принял на себя больше ударов, чем вы можете себе представить, и он принял их достойно и никогда не жаловался. Никогда. Он поднимался на эту сцену год за годом, год за годом и искренне провозглашал свою веру во Христа. За то, что он сделал, я почитаю его. И вы должны также почтить его. Я хочу, чтобы вы оба знали, что я строю на вашем основании. Я строю на вашем основании. И мое самое огромное желание заключается в том, чтобы люди, которые идут за мной, знали, что я думаю о них. Я был немного строг с вами, говоря, что вы избалованные и так далее. Это потому, что это действительно так. Но позвольте мне сказать, я положу свою жизнь за вас точно так же, как эти лидеры положили свои жизни за меня. Потому что я верю в вас больше, чем вы можете вообразить. И вот почему. Потому что вы, молодое поколение, самое целеустремленное поколение за всю историю человечества. Вы так сильно заботитесь о тех, кто в этом нуждается. И позвольте мне сказать, мы были не такими, как вы. Я имею в виду, что вы не пытаетесь найти работу, вы пытаетесь обнаружить свое призвание. Вы не пытаетесь просто зарабатывать деньги, вы хотите изменить мир. У вас есть что-то, благодаря чему, когда вы видите несправедливость в этом мире, вы говорите, нет, нет. Только не у меня на глазах. Меня это не устраивает. И из-за этого крика души, который я верю, вложил в вас Бог, вы являетесь поколением, которое может сделать намного больше, чем мое поколение, если только вы будете смиренными и научитесь у тех, кто поставлен над вами. Что ж, и вот последняя мысль в заключении. Я хочу склониться в знак почтения перед тем, кто спас меня, изменил мою жизнь, сделал меня новым творением, наполнил меня своим духом и дал мне возможность хоть как-то изменить мир к лучшему. Я хочу стать на колени перед ним и приглашаю тех, кто идет за мной, стать на мои плечи и сделать намного больше для Божьей славы, чем сделал я за всю свою жизнь. Давайте в единстве поднимемся, прославим Христа и сделаем Его имя известным. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»